Если женщина спасается чудо-родием, то как же женское монашество? Чудо-родием должна спасаться. Это идеал изначальный. Но мы живём в мире уже после грехопадения Адамова и нашего предков, в мире не Богом созданном, а Богом созданном и нами изуродованным. Поэтому этот вопрос на него такой же, как зачем ходить с протезом, когда лучше ходить на родных своих ногах? Лучше на ногах. А если ноги нет уже, если её отрезали, тогда нет выбора. Нужен протез. Так и в данном случае. А мы с вами живём в мире, который уже искажён, травлен изуродным грехом. Поэтому в идеале быть уже не можно. Поэтому есть и женское монашество, и мужское монашество. Хотя мужчин тоже, монахи не должны быть. Монахов-мужчин не существует в планах Всевышнего Творца. Если бы не было падения Адамова. Адаму какая была заповедь? Стать монахом. Нет. Полодиться, размножаться. Вот жена твоя. И был союзный Господь. Поэтому монашество – это, с одной стороны, форма уродства. Уродство. Уроды. Потому что Бог не определил быть монашеством. Но в этом уродливом мире – это та форма, которая возвращается к жизни, к естеству. Это как, например, при онкологии, химотерапии. Водят яд. Яд хорошо, яд плохо. И любое лекарство вредно. Если человек организм здоровый. А при больном здоровье, при отсутствии здоровья, при больном, это становится лекарством. Так, монаш-то в наше время, хэмжим, это лекарство для тех, какие мы стали. Это форма лекарства и лечения. Они сами исцеляются. И нас лечат. И своим молитвам, своим примерам. Я думаю так. У меня такое понимание. То, что изначально... Батюшка, ну, была же традиция. Ради, воспитай, а когда они отцепились, посвящайся Богу. Вот, естественно, такой путь. Какое же из родства? Чем? А дальше, чем заниматься? Внуками? Вот это вот, наверное, уродство будет. Если я буду вам перечить, батюшка, то я распишусь в том, что того я говорил, о соборности в церкви. То я не понимал, о чем я говорил. А чем хороша соборность? Что при соборности есть разные мнения. И эти разные мнения имеют право на бытие. Апостол говорит, должны между вами быть споры и разномыслия. Споры не смыслно. Я верю, что об искусной. А лучше сказать, чтобы явилась еще истина среди искусных. Поэтому я оставлю вопрос без ответа. Прошу прощения за это. Поступлю очень по-хитрому. У меня в корнях там кто-то были украинцы, хохлы. Поэтому есть инстинкт такой хитрых этих вопросов. Но при этом хочу сказать следующее. Вот это выражение, эпилог будет нашей соборности. Мы оставляем разные мнения. А так и должно быть. Ведь это правда. Вот смотрите. Я сейчас встану и пойду. Знаете почему? Потому что у меня две ноги. И потому что они разные. Правая и левая. Они похожи. Нет, нет, нет. Они очень разные, кстати. И они делают разные дела одновременно. Когда правая поднимать, чтобы переступить, левая стоит. Когда левая поднимать, правая стоит. Представьте, одновременно поднять все ноги. Хоп. Или стою. А обмен стоит. Я не двигаюсь. Только потому что они разные. И разные работы делают в разное время. Поэтому я и могу передвигаться. Мы можем двигаться в церкви, если у нас есть разное мнение. Пусть будет в главном единстве. То есть в степенном свобода. А во всем любовь. А во всем любовь. Вот я даду с собой на силу.